Как? Вот. Видать? Да, да, да. Хорошо. Добрый день. Здравствуйте. Вы сразу называетесь кто, как, зачем? Я Дмитрий Пятин. Я писал вам в контакте. Ну, слушаю, у нас главное, что записывается все и выставляется в интернет. Вы не против? Да не, не против. Я слушаю вас. Пожалуйста, говорите. Недавно стал смотреть ваши передачи. И по душе все, что вы говорите, слушал, проповеди ваши. Вот. В основном заинтересовал вот момент. Я сам бывший 50-ник, харизмат. Вот. Перешел, вернулся в правонославную церковь, был крещён в детстве. Вот. И это самое. Очень долгое время ходил к 50-никам, молился на языках. А потом стал читать «Святых отцов». Я не знаю, как тут Бог подвёл, что ли. Ну, началось всё с того, что стал читать книгу Джоша Макдауа. Он указывал «Святых отцов» Оригена, там, Плажена Августина, там, много «Святых отцов». И я стал их искать. Нашёл их в православной церкви, в храме. Ну, там, библиотека была при церкви. Вот. И стал изучать историю церкви. И пришёл к мнению, что вот, апостольская церковь, православная церковь является от апостолов. Вот. Никуда не исчезала, никуда не пропадала. И стал, вот, ходить в церковь, поцерковляться. Вот. Вот у меня вопрос, просто, просто всегда вопрос был в том, что молитвенную жизнь никак не могу настроить. Сувента, либо устаёшь после работы вечером. Из-за этого чувствую, ну, духовный спад. То подъём, то спад, знаете, по такой шкале. То спад, то атаки. Вот. Хотел бы вас послушать, спросить, посоветоваться. Всё-таки вы уже умудрённый жизнью в Боге. Что вот вы можете посоветовать? Ну, что у вас тут, в первую очередь, что такие вопросы стоят? Ни имя, ни фамилии. Убрать это надо. И поставить имя и фамилию, настоящее. Потому что это иначе, как разговаривать? Вопросы. Вопросы мы всем будем разрешать. Притом на основании Святой Библии. Всё там зависло, как будто бы. А вы теперь... Так. Вы говорите фамилию без... Там вот у вас, где вы заходите, чтобы сразу было видно, кто вы такой. Это как у меня. У меня видно фамилию и имя. А, я просто не совсем это, так сказать, на «ты» с этой техникой. А ты чё, техника? Вы просто замените вопросы фамилии и имя. Это первое. А, ладно. Это ничего не стоит. Всегда пользуюсь. Так, второе. Вы утром во сколько встаёте? На работу. Я встаю где-то в полседьмого. А когда не на работу? Когда не на работу, я больше стараюсь послать. Так как занимаюсь спортом, и для меня сон выходной – это важно. Где-то часов девять, наверное. Но у меня целая семья. Мне уединиться даже негде. Ну, у нас вот наши общины, когда все, независимо от праздника, от воскресенья, все одинаково встаём. Всегда в 4.40. Мне так не встанет. Встанете. Вот вы бы были, если бы у меня здесь, вы бы встали. У вас сразу бы начался резкий рост духовный. У нас всё расписано по графику. У нас есть и спортсмены, и один вот есть такой, называется, кинолог, дрессировавших собак. У него собака держит первое место в России. Она с нами была в миссионерской поездке по стране и по зарубежью. Так, я вам скину наши ресурсы, когда мы молимся. И вы раз в другой побудьте с нами. Сейчас мы с вами поговорим. Сейчас расскажу, сколько. У меня время с вами разговаривать. Шесть минут осталось только. Давайте я вам ещё вопрос задам. Вы мне скинете ресурсы. Я всё это проштудирую. Вы сегодня? Сегодня у нас занятия будут. Вы с нами всегда на занятия приходите. Три раза в неделю мы занимаемся по скайпу. Хорошо. Я постараюсь. Не буду обещать. А вот хотел бы вопрос вам задать. Вот про языки. Так, языки. Мне это хорошо известно, потому что я 23 года. Библии ещё в руках не имел. Хотя с детства был верующим. И у пятидесятников я впервые получил Библию, когда работал на корабле. Но я от них ничего не получал, кроме того, что они мне из рук в руки передали Новый Завет. Это всё. И мне с первого дня было понятно, по слову Божию, там ничего кроме беснования нет. Это беснование. Языки прекратились уже в третьем веке, как Ириней Леонский пишет. Они не нужны. Они свидетельствуют. А сегодня кто зайдёт и скажет, не беснуетесь ли вы? А вот Серафим Роуз ещё батюшка писал. Серафим Роуз книжка. Книжка мне вот очень хорошо глаза открыла. Серафим Роуз. Да. А что вот вы посоветуете вот почитать? У меня очень большая библиотека. У меня и святых отцов очень много. Я бывает просто от изобилия. Я вам сейчас покажу, сколько у меня книг. У вас-то, конечно, больше. Сейчас. Видите, у меня книги. Тут и Затауст есть. Много книг. Игнатий Брянчанинова. Сборники. Вот молитвенные у меня. Который остался. Так знаете что? Я вам и не нужен. Почему? Да потому что у вас всё есть. Нет, вы мне как живой человек нужен. Ну ладно. Я вам скажу, что мои книги, которые я когда скину данные, вы там найдёте. У меня из печати вышло 38 томов. 38. И 7, которые в электронном версии. Вы их все найдёте на нашем сайте. Сейчас мы сразу заканчиваем. Я быстро скину вам ресурсы и время моления. И вы сразу занятия. Сегодня же будьте на занятия с нами. Вот через 3 часа уже занятия будут. 3 часа, да? Ну через 2, наверное, даже. Через 3. А у вас время-то ведь другое, да? Ну, у нас сейчас 3 часа 56 минут. Ага. У нас ещё нет. У нас 12 часов. Ну понятно. Мы в Сибири находим. Мы в Сибири находим. Салтайский край. Барнаул. Да, да. Я постоянно смотрю вас и советую тоже смотреть. У меня есть тоже друг это самое. Его тоже посоветовал вас смотреть. Знаете что? У меня тут большое, как сказать, несчастье получилось. Почти. Меня со всех сторон это клевещут. Враги-то. Потому что у нас много сектантов пришли, стали православными. Я смотрел, я смотрел, я смотрел, ну как бы вас критикуют, но как бы я... Они не критикуют, они лгут. Ни одного слова истинного нету. Я их когда в суд протащил один раз, они там не знали, куда бежать. Они меры никакой не знают. В одной статье 47 раз оболгали. Представьте. Нарисовали чёрта с рогами, с плетью. Это я смотрел тоже. Меня это не интересует. Ну вот. Я смотрю вас, и у меня зажигается сердце. Мне хочется после читания... Так, я отхожу. У нас сейчас будет в рулетке беседа. Мы уходим группой, уходим. Так, я вам скиду сейчас быстро ресурсы скину. Уходите, с Богом. Всё, до свидания. Всё, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok